Добрый день! С вами Сабина Хасанова, а в эфире Инсталлайв для абитуриентов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского Федерального Университета. Сегодня на ваши вопросы с удовольствием ответят директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Евгеньевич Чекрин. Здравствуйте! Здравствуйте! Заместитель директора по воспитательной социальной работе Института вычислительной математики и информационных технологий Антон Александрович Егорчев. Здравствуйте! Здравствуйте! Также напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы на инстаграм-странице Казанского Федерального Университета. Перед тем, как перейти к вопросам, хочу вам представить вступительное слово. Антон Александрович, давайте вы, наверное, сначала, раз вы по воспитателям работе. Абитуриенты, их родители, всех приветствую. В этом году наши двери открыты для приема молодых активных абитуриентов, которые хотят стать IT-специалистами. И мы готовы принимать самых лучших, потому что баллы у нас на поступление достаточно высокие. Мы всех ждем к нам и будем активно готовить будущих программистов и других специалистов. Спасибо большое! Можете, пожалуйста, рассказать про направление в вашем институте? Ну, это, наверное, лучше я. Смотрите, у нас институт вообще чем занимается, чем он, в принципе, отличается от большинства других институтов Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, институтов, которые есть в нашем ВУЗе. У нас есть, например, другие факультеты, которые тоже, в принципе, готовят в области IT. Дело в том, что все наши направления, про которые я сейчас проговорю, по всем этим направлениям мы готовим не только программистов и не столько программистов, как специалистов в отдельных предметных областях, которые хорошо разбираются в программировании. Например, по значительному количеству наших направлений ведется разработка не только программного обеспечения, а программного обеспечения под какую-то конкретную платформу. Ну, я объясню. То есть, например, мобильные приложения, они, например, не могут рассматриваться как абстрактные мобильные приложения, они должны рассматриваться как приложения, написанные под конкретное устройство, абонентские терминалы. Например, математика, прикладная математика, которая у нас есть, например, в профиле, это точно так же не абстрактная математика, не абстрактные какие-то там вычисления, которые работают на каких-то машинах, это работа на конкретных типах вычислителей, суперкомпьютеров, на конкретной элементной базе. То есть, все наши направления подготовки ориентированы на то, чтобы реализовывать именно проекты, которые нужны прежде всего нашим индустриальным партнерам. Имеется в виду то, что мы уже сейчас это начали делать и во многом повторяем сейчас уже положительный опыт наших белорусских коллег. Мы на текущий момент очень тесно, например, сотрудничаем с практически сестринством нашим факультетом Белорусского государственного университета. Это опыт распределения, то есть, условно говоря, нашим хорошим выпускникам мы гарантируем трудоустройство с оплатой, ну, в общем-то, чаще всего выше рынка. Теперь, собственно говоря, я смогу сказать про сами направления. Какие у нас есть направления? Сначала, наверное, я скажу про направления продуктовые. Продуктовые направления – это бизнес-информатика. На бизнес-информатике мы готовим энтерпрайз специалистов, то есть специалистов именно для предприятий, которые должны сразу влиться именно в IT-отделы крупных предприятий. Там нами изучаются вопросы построения ERP-систем, систем управления предприятиями, систем ПОМ, жизненного цикла продуктов, BI-аналитики – это так называемая система бизнес-аналитики, которая позволяет руководителям видеть отчетность по всем предприятиям. Там же, в общем-то, сейчас у нас выпускается целый профиль по направлению 1С. Это очень-очень важно, потому что у нас профили магистратуры есть совместно, непосредственно с 1С-франчайзи. И сейчас на рынке возникает очень резкий спрос 1С-специалистов, ну просто потому что на современных 1С, особенно с учетом текущих событий, радикально возрос спрос на 1С-специалистов, который позволяет на них строить систему управления предприятием. Это, конечно, одна из наиболее востребованных профессий. Это у нас бизнес-информатика. Другой прикладной продуктовый профиль, который уже готовит тоже более-менее что-то схожее, что делают остальные факультеты как раз в области IT, это профиль прикладная информатика, где мы готовим программистов, программистов мобильных приложений, программистов кроссплатформенных приложений, то есть которые более-менее одинаково работают под любыми операционными системами, ну более-менее зрелыми существующими, конечно же, да, и программистов веб-приложений, то есть которые работают в браузерах. Это профиль прикладная информатика, там вы можете рассчитывать получить образование на классическом программиста. А после этого идут уже специальности, которые несут в себе глубокую именно фундаментальную подготовку, и по результатам которых у нас именно уже вырастают специалисты такие достаточно специализированные, то есть вот, например, это информационная безопасность, которая занимается всеми вопросами, начиная от реверс-инжиниринга систем, заканчивая этичного хакинга, то есть обнаружением дыр в программном обеспечении с точки зрения их закрытия, обеспечением информационной безопасности информационных контуров предприятий, обнаружение вторжений, это один из профилей, из профилей, из направлений. Второе, фундаментальная информатика. В фундаментальной информатике мы выпускаем специалистов, так называемых системных аналитиков, которые специализируются на разработке системных архитектур, то есть на каких фреймворках, при помощи какого инструментария, при помощи каких подходов к разработке должен быть спроектирован проект. Специальность информационной системы и технологии. Здесь эта специализация уже подходит к такой интересной области, как создание систем на стыке искусственного интеллекта и экспертных систем, то есть те системы, которые обеспечивают автоматизацию. То есть, например, любые запросоответные системы, условно говоря, все те роботы, с которыми мы общаемся, сейчас уже практически каждый день с банками или с другими службами, это примеры таких экспертных систем, которые воспринимают нас и позволяют достаточно интеллектуальной поддерживать диалог. Этим занимается как раз у нас специальность ИСТ, информационная система технологии. И, наконец, два математических направления, которые достаточно существенно отличаются друг от друга своим фокусом. Прикладная математика, прикладная математика, информатика. По специальности прикладная математика фокус осуществляется именно на высокопроизводительных суперкомпьютерных вычислениях, задачах искусственного интеллекта, машинного обучения и машинного зрения. Еще раз, суперкомпьютерное высокопроизводительное вычисление, машинное обучение, машинное зрение. И прикладная математика, информатика, где фокус идет на разработке квантовых и постквантовых алгоритмов и технологий и разработке системы комплексов математических моделей в области цифровых двойников, в частности, например, для создания систем автоматизации предприятий и различных видов беспилотных устройств. Вкратце по образовательным направлениям я сказал. Спасибо большое. Следующий вопрос. Когда заканчивается прием заявлений? За приемом заявлений в этом году, пожалуйста, следите сейчас в течение марта за сайтом университета, то есть не только в течение марта. Даты могут сдвигаться. То есть смотрите, пожалуйста, там. То есть сейчас ориентировочно это число ближе к концу июля. Всю уточняющую информацию только на сайте. То есть ни на слух, ни у кого не воспринимайте. То есть все только, что размещено на сайте. Это является единственным таким верифицируемым источником информации. Спасибо. А хотел бы еще уточнить, большой ли у вас конкурс? Я отвечу по конкурсу. Да. Как вам сказать? У нас очень большой конкурс. У нас в прошлом году на чуть больше, чем 200 бюджетных мест было 11 тысяч заявлений. Мы первый институт в Казанском федеральном университете по количеству заявлений по конкурсу. Это больше 50 человек на место. Спасибо большое. Следующий вопрос. Когда начнется прием документов для иностранцев? Когда проходят экзамены? И в какой форме они будут проходить? Опять же, по вопросам, когда будут проходить экзамены, когда начинается прием иностранцев, осмотрите, пожалуйста, на сайте. Для иностранцев прием начинается раньше. Прием начинается еще весной. Поэтому прямо сейчас стоит перейти на сайт и следить за свежей информацией. Спасибо большое. А как можно получить дополнительные баллы? Дополнительные баллы, значит, опять же, перечень тех олимпиад, конкурсов, либо каких-то еще достижений. Он есть на сайте КФУ. Он обновляется, нужно сказать. Но что гарантированно можно сказать, все, кто закончили школу на отлично, у кого отличный аттестат, тем добавляется по 5 баллов на текущий момент. Нужно здесь также заметить то, что не стоит смотреть на то, что там за что-то 1 балл, за что-то 2 балла добавляется. Абитуриенты, опять же, конкурсы высокие, каждый борется за 1-2 балла. Ждут до последнего дня, затем попадут они к нам или нет. Максимум можно получить суммарно до 10 баллов. Это очень много. Я думаю, многих интересует вопрос, есть ли бюджетные места в вашем институте. У нас более 200 бюджетных мест. Следующий вопрос. Это как связаться с приемной комиссией института? Есть ли у меня появились вопросы по поводу поступления? С приемной комиссией института можно связаться либо по телефону на сайте, либо, соответственно, лично подойти. И также вопрос про, есть ли у вас заочное отделение и возможность учиться дистанционно? Заочного отделения у нас нет. То есть мы обучаем именно программистов в очном формате. Некоторые пары проходят дистанционно. То есть мы совмещаем, соответственно, современные технологии. То есть проводим и дистанционно, что требуется, а что требуется, проводим очно. Опять же, это все тоже в зависимости от текущей физиологической обстановки происходит. Ну и не только, но и по целесообразности. То есть, например, у нас есть ряд курсов, которые читаются всему университету. Они поэтому читаются в дистанционном режиме, потому что ни в какой аудитории, там, словно говоря, тысячи человек не соберешь. Поэтому есть, например, общие лекционные курсы, особенно на младших курсах, которые читаются исключительно в рамках так называемой видеоконференц-связи. Можете, пожалуйста, рассказать про переформирование внутри института в связи с приоритетом 2030? Я, наверное, сначала расскажу, что это вообще такое приоритет 2030, потому что переформирование института непонятно из какой точки и непонятно ради чего. Есть такая программа приоритет 2030, она, конечно, сейчас будет меняться. Это программа, ну, в связи, опять же, с текущей обстановкой, это программа повышения конкурентоспособности российских вузов и их стратегического развития, ну, на мировой арене, скажем так. В рамках этой программы осуществляется значительное финансирование, исследование разработок, обновление инфраструктуры, обновление приборной базы. Собственно говоря, наш институт является базовым по направлению развития КФУ приоритет 2030 в области информационных технологий, искусственного интеллекта и киберфизических систем. Киберфизические системы, условно говоря, это любой аппаратный комплекс, на котором крутится что-то программное. Я являюсь руководителем этого направления развития. Все-таки их направление университета 5, за направление IT отвечаю я, и вот, в общем-то, институт наш является базовым. Для того, чтобы мы могли поучаствовать в программе Принитет 2030 и поучаствовать непосредственно в конкурсе на бюджетное финансирование, оно значительно, но на весь университет в этом году составил 1 миллиард рублей, и, ну, в принципе, это достаточно существенные деньги, которые позволят нам значительно обновить инфраструктуру и решить массу других вопросов и существенно повысить свои позиции по ряду показателей, нам пришлось значительным образом действительно переформатировать свои образовательные программы, в частности, оставив именно те программы, которые соответствуют направлениям так называемой индустрии 4.0.5.0. То есть наши образовательные программы, они сейчас соответствуют направлению развития цифровой экономики, индустрии нового поколения, то есть мы сосредоточены на развитии решений для цифровизации индустрии, различных видов беспилотной техники, цифровой трансформации различных систем и комплексов, ну и вообще целых, что называется, предприятий. И все наши образовательные направления рассчитаны теперь на это. То есть раньше вот мы могли иметь роскошь, ну как это не роскошь, это на самом деле, скажем так, ни к чему особенно хорошему не производило, там выпускать чистых математиков, нет, теперь чистых математиков в Сонограм мы не выпускаем, мы теперь выпускаем, например, математиков специалистов по высокопроизводительным вычислениям. Раньше мы могли выпускать чисто абстрактных программистов, нет, теперь чисто абстрактных программистов не выпускаем, мы теперь выпускаем либо разработчиков мобильных приложений, либо разработчиков 1С, ну как вот, например, и так далее. То есть, да, нам пришлось значительно добавить конкретики в нашу образовательную программу. Спасибо большое. Еще такой вопрос. А как обстоят дела с поддержкой олимпиадного движения? Про олимпиадное движение расскажу я. Начнем с того, что у нас есть свой собственный олимпиадный центр, в котором занимаются как наши студенты, так и школьники со всей республики. Наш олимпиадный центр существует уже достаточно давно, и у наших студентов, кто там занимается, большие достижения. То есть, например, на протяжении последних трех лет наша команда выходит в финал чемпионата мира по программированию и представляет там Россию. Также нужно сказать, что олимпиадный центр наш открыт. То есть, опять же, для тех, кто сейчас являются не только абитуриентами, но и школьники. То есть, я знаю, что сейчас могут на целом смотреть школьники 9-10 классов. Мы, соответственно, всех приглашаем в наш олимпиадный центр на занятия. И кроме того, да, мы говорим, что команды выходят в финал чемпионата мира, но в чем важность олимпиадных занятий? В том, что вас начинают замечать крупнейшие компании как по России, так и по всему миру. Они проводят собственные олимпиады. И все те, кто участвуют в олимпиадах, неважно от того, какое вы место заняли, можете считать то, что вас уже приметили. Не обязательно быть олимпиадником в школе, чтобы, опять же, заниматься у нас в олимпиадном центре. У нас существует и подготовка, скажем так, с нуля по олимпиадному движению. Поэтому наш центр, скажем так, лучший в Татарстане и один из лучших в России по достижениям. Спасибо большое. Такой вопрос. Какие внеучебные активности есть у студентов вашего института? У нас достаточно широкий спектр внеучебной активности. То есть, как раз начиная от научных кружков, это олимпиадный центр. Это центр игр с неполной информацией имени Карпова. Наоборот, с полной. С полной информацией имени Карпова, который открылся в прошлом году. Там у нас проводятся занятия по шахматам, шашкам. Активно проводятся занятия по ГО сейчас. Проводятся чемпионаты. У нас есть научные кружки, где студенты могут заниматься. Есть студенческое конструкторское бюро, про которое сейчас чуть позже отдельно расскажем. Если смотреть не научную деятельность, а отдыхать, скажем так, активно, то у нас есть все виды спорта, которыми можно заниматься. У нас постоянно проходят различные мероприятия. То есть, вы можете оттачивать себя как в спорте, так и в каком-то театральном искусстве. Можете выступать. У нас это все на ИВМИД всегда было передовым и активно нами поддерживается. Вернемся, соответственно, к такой вещи, как студенческое конструкторское бюро. Это, скажем так, у нас такая организация, где студенты, уже начиная со студенческой скамьи, работают над реальными проектами. То есть, это их такая практика, где они работают либо по каким-то внутренним задачам университета и решают реальные проекты, либо совместно под руководством опытных ведущих программистов решают задачи внешние по, соответственно, получаемым по договорам университетам от сферы реальной деятельности. То есть, мы готовим уже студентов со студенческой скамьи, то есть, это второй, третий курс, мы уже начинаем приглашать. Иногда это бывают исключения и с первого курса заниматься реальными проектами, поэтому наши студенты гарантированно либо к концу четвертого курса, либо уже раньше начинают работать. Лучших, соответственно, мы также принимаем к нам в команду программистами уже работать. Поэтому трудоустройство на ИВМИД, ВМК, тех студентов, у которых есть реальная активность, у которых есть желание, у них с этим проблем не существует в принципе. То есть, все наши выпускники, кто учится программированию, все трудоустраиваются, причем на очень высокие уровни заработной платы. Я еще бы прокомментировал, да. Мы в прошлом году первоначально столкнулись с таким эффектом, что люди пугались поступать к нам на действительно очень высокий конкурс, запредельно высокий, 50 человек на место, это очень много. Это вообще наибольший конкурс, насколько я знаю, среди всех республиканских вузов за последние лет 20. Но дело в том, что у нас чрезвычайно комфортное поступление при поступлении на контракт, которые на самом деле с точки зрения самого человека не сильно отличаются от бюджета. Я сейчас хотел бы про это вот отдельно сказать. Дело в том, что у нас есть своя партнерская программа Сбербанком, Сбербанк является нашим стратегическим партнером. Согласно которой Сбербанк выдает льготные кредиты, но которые, знаете, очень сложно кредитами назвать. Они выдаются на все время обучения, причем неважно, сколько времени она продолжает. Сонограю, вы можете проучиться буквы в ряд 4 года, вы можете проучиться магистратуру 4 плюс 2 года уже 6 лет, вы можете проучиться еще в аспирантуре еще 3 года 9 лет. И этот кредит, который вы будете брать по текущей ставке, но, сонограю, вы должны будете возвращать с рассрочкой до 10 лет только после окончания обучения. Ну, скажем так, с учетом того, что в этом году было принято решение, несмотря на те процессы, которые происходят, оставить стоимость обучения на прежнем уровне, то есть она сейчас просто становится ниже нижнего, то в этом году мы расцениваем поступление по этой программе для студентов практически бесплатно. То есть что там вы будете отдавать через 9 лет с рассрочкой в 10, это будет статистический погрешник в вашей заработной плате. А контрактный прием у нас составляет как минимум еще 300-400 мест. Может быть, в этом году будет даже увеличен, потому что в прошлом году мы столкнулись с очень большим на него спросом. Поэтому, если вы действительно хотите поступить к нам и действительно хотите быть специалистом, который очень востребован в индустрии, у вас для этого нет никаких препятствий, даже если у вас не очень высокий балл на текущий момент ПЭГ. Но единственное, что даже контрактников мы категорически не будем брать, у которых балла ПЭГ меньше 200-210. То есть нам интересны исключительно люди, которые по крайней мере хорошисты, то есть условно говоря, ну да, были проблемы с русским языком или с иностранным, но которые по крайней мере нормально знают математику и информатику, потому что группа у нас очень сильно учится, иначе будет очень сложно. Спасибо большое за ответ. А что можете сказать про концепцию STEM-образования? STEM-образование – это современная, в общем-то, концепция, она ориентирована именно на то, чтобы от образования был получен практический результат. То есть в рамках концепции STEM-образования дисциплины накидываются не по принципу, что могу, то читаю. А делится на четыре равновесных блока по часам. Первый блок – это S-science, то есть предметы, которые касаются той предметной области, где вы учитесь. Условно говоря, если вы там поступили действительно к нам на факультет, то, например, в раздел Science относится такой теоретический курс, как, например, баз данных, то есть когда вы рассматриваете не конкретный баз данных, а вообще баз данных как сущность. А T – это Stack Technology, это те фреймворки и технологии, на которых вы будете работать. То есть здесь уже идет конкретный предмет на реализацию, условно говоря, курсы по 1С версии 8, например. И Engineering – это проектная деятельность, в рамках которой вы участвуете либо в учебных проектах, либо в проектах студенческого конструкторского бюро, которые идут напрямую от индустрии. Там вы реализовываете проекты, которые действительно нужны. И, наконец, M – Mathematics, потому что для программистов математика является самым важным предметом. Но эта математика не имеет в виду математика, какие-нибудь синусы, косинусы, еще какая-нибудь такая вот вещь. Нет, это имеет в виду специализированные математические дисциплины, которые позволяют понять суть программирования как такового, как, например, дискретная математика. Например, без знания дискретной математики, как бы ловить, особенно в программировании, там вот особенно нечего. Или, например, без хорошего знания теории вероятности, даже начать изучать анализ данных и быть дата-сайентистом тоже невозможно. Поэтому STEM-образование, когда четырем компонентам прикладной науки, которая касается IT, математики, конкретному технологическому стеку и реализуемым проектам, уделяется равное внимание в образовательных часах, в академических. Спасибо. А можете, пожалуйста, более подробно рассказать, с какими компаниями вы сотрудничаете? Я расскажу, Антон Александрович. Это является очень большим нашим преимуществом сейчас. Как бы вообще, в принципе, в Казанском федеральном университете я отвечаю за взаимодействие с реальным сектором экономики, именно российским. То есть, если, например, факультет информационных технологий, информационных систем всегда был ориентирован на взаимодействие с зарубежными партнерами, мы с зарубежными партнерами практически не работали, за исключением китайцев, прежде всего Huawei. Это стало чрезвычайно актуально сейчас, потому что сейчас весь зарубежный рынок для России становится практически недоступен, но в свою очередь из-за того, что уже сейчас начинаются очень большие объемы, причем абсолютно экстренных заказов на разработку всех видов программного обеспечения, системы и все остальное, но вы сами прекрасно знаете, что происходит, и, в общем-то, это чрезвычайно положительные, на самом деле, тенденции с точки зрения среднедолгосрочной перспективы экономики страны, мы обеспечиваем работу исключительно с отечественными компаниями и компаниями дружественных нам стран, это Китай и Белоруссия. Например, с кем мы работаем? Мы работаем, например, с такими компаниями, как Wargaming, Казанский вертолетный завод, мы для него являемся центром компетенции, а Казанский вертолетный завод является частью большого холдинга вертолета России, который выпускает инновационную как раз вертолетную технику для всей страны. Для объединенной судостроительной корпорации, которая выпускает все виды судов, с Саровским ядерным центром, у которого, ну, извините, как бы они... То есть вот сейчас, на текущий момент, Саровский ядерный центр, или ВНИЕВ, так называемый, да, в Сарове, около Нижнего Новгорода, они единственные, кто вообще в стране, в принципе, ну, вообще в окружающих странах, дружественных нам, разрабатывают так называемое тяжелое программное обеспечение математически моделирования и управления проектами. Зарплаты там просто зашкаливают, ну, вот, за все возможные и невозможные рамки, то есть, ну, как бы, до происходящих событий, там, оффер, там, условно говоря, там, в 300-400 тысяч рублей для молодого специалиста не являлся чем-то из ряда вон выходящим. Вот, то есть это, прежде всего, компания, которая ориентирована на отечественном рынке. КАМАЗ, разумеется, мы являемся, в общем-то, опорным вузом для КАМАЗа, естественно, да. Предприятия топливо-энергетического комплекса, то есть все предприятия ТЭК, они сейчас у нас являются самодостаточными, потому что информационная система комплекса аппаратного обеспечения для них проектируется в России, как ни странно. Вот, например, у нас ближайшая делегация «Газпрома» будет 17-18 марта, вот, большая, именно по нашим образовательным направлениям, по вопросам подготовки, переподготовки кадров. То есть это крупнейшее предприятие, но, прежде всего, отечественное. Но это сейчас единственная разумная позиция, остальные сейчас будут ее компенсировать, а вот мы с ними работаем изначально всегда. Спасибо большое за ответ. Можете, пожалуйста, рассказать про особенности обучения в вашем институте? Антон Александрович, я не совсем понял вопрос, наверное, вы сможете объяснить. Какие трудности могут быть у студентов, так скажем? Какие? Ну, я так думаю, что конкретно в нашем институте никаких дополнительных трудностей не возникают. Студенты учатся, ходят на пары. Вот, но что касательно того, что тогда в общем расскажу, то есть мы максимально лояльно, адекватно относимся к студентам. Если студент хочет учиться, если это видно, значит, его научат. То есть если что-то недопонимает, то значит с ним позанимаются, расскажут. То есть все те, кто хотят учиться, все те, кто учатся и хотят быть программистами, они все у нас выходят программистами. Я вот еще хочу сказать, как бы, ну, там есть избитые фразы, мы открыты для общения. Антон Александрович правильно сказал, если человеку что-то надо, он подходит, этот вопрос решает. То есть, условно говоря, за последние вот два года, да, как раз мы разрабатывали этот концепт вот нового института, вот ее интенсивно меняли, не было ни одной проблемы студентов, студенты, которая не была бы решена, что называется, к удовлетворению обоих сторон. То есть, условно говоря, даже если у человека есть там множественные задолженности, там все бывает, мы всегда даем отсрочку, даем рекомендации по тому, с каким преподавателем можно позаниматься, причем, естественно, ни на каких там, ни на дополнительных финансовых основах, мы просто, ну, если человек хочет, если человек не хочет, это другой вопрос. А насчет открытости я могу сказать следующее, то есть, мой телефон и электронная почта, личная мой телефон и электронная почта выставлен на главной странице института. Не было ни разу, чтобы мне позвонил студент, чтобы я не назначил встречу, где бы я ни был бы, в городе, ну, я вижу, что если я не в городе, естественно, то не происходит, чтобы я не назначил встречу этому студенту в течение часа. Поэтому мы, как бы это глупо не звучало, мы айтишники, мы как-то проще в этом отношении, причем, как вы видите, возраст у нас очень близкий к вам, и мы понимаем, что не надо жизнь усложнять ни себе, ни другим, поэтому мы стараемся сделать процесс вашего обучения как можно более комфортным, но учиться у нас очень сложно. У нас очень сложно учиться, потому что мы воспитываем хороших специалистов, но как бы не надо ожидать другого, от института, у которого конкурс 50 человек на место. Такой вопрос, как я могу перевестись в ваше университетное направление фундаментальной информатики, информационной технологии, смогут ли представить мне место в общежитии? Оценки хорошо и отлично. На контракт, пожалуйста. На бюджет нет, у нас нет свободных бюджетных мест. А место в общежитии могут представить? Если на контракт выстраивайтесь, да, этот вопрос рассматривается. Спасибо. И еще такой вопрос, я думаю, будет интересен многим актуриентам. Насколько сильно востребованы ваши выпускники? Ну, какой-то странный вопрос. На текущий момент у нас 100% трудоустройство, причем большинство у нас работают либо со второго, либо с третьего курса. То есть, если вы вообще знакомы с рынком IT, то это тот рынок, где сейчас ажиотаж можно сравнить только с юристами-экономистами 90-х годов. То есть, это просто на одного человека идет по 5-10 предложений. Спасибо большое. На этом наши вопросы закончились. Предлагаю подытожить. Вам слово. Ну, может, Антон Александрович, я уж это наговорился. Да, я думаю, как раз-таки последним вопросом мы сегодня подчеркнули и много раз говорили, что конкретно сфера, в которой мы работаем, специалисты, в которой мы работаем, это самые востребованные сейчас специалисты. И так будет продолжаться, я думаю, на протяжении многих лет и десятилетий. Всех, кто сегодня подключился, всем спасибо большое. Надеюсь, информация, которую мы сегодня сообщили, была достаточной. Всех ждем к нам на поступление в Институт вычислительной математики и информационных технологий. Следите, пожалуйста, за объявлениями на сайте, за тем, по каким датам вы можете подавать заявление. Пожалуйста, не ждите каких-то последних дней. Готовьте заранее. Готовить заранее заявление в электронном виде вы можете уже сейчас весной. То есть вы можете подаваться, но в этом году, я тогда уточню про изменения, это изменения касаются всего университета, необходимо приносить оригиналы документов. То есть кроме того, что вы электронно регистрируетесь, пока вы не принесли оригинал, ваше заявление в общем конкурсе рассматриваться не будет. Собственно, да. Спасибо большое, что вы пришли. Будем ждать вас еще. А я напоминаю, что это был Инсталайв для абитуриентов. Оставайтесь с нами и не пропускайте наши эфиры. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!